Приветствую вас. Знаете, Марина, я бы сказал, что конкурировать вам с его мамой и вообще тот факт, что вы вот пытаетесь конкурировать с его мамой, это достаточно такой тревожный знак для вас, потому что это говорит о том, что вы достаточно в себе неуверенны, это говорит о том, что вы понимаете себя, это говорит о том, что вы боитесь чего-то, это говорит о том, что вы боретесь за что-то. А это, в свою очередь, довольно-таки тревожная история, потому что с мамой конкурировать абсолютно бесполезно, по той простой причине, что с мамой, что она никогда не денется, что она не изменится сама, она, ну, как бы для нее, для нее вот то, что происходит, это нормально вообще. Для нее абсолютно нормально то, что происходит с вашим, ну, мужчиной, да, вот для нее это абсолютно нормальная история, и она считает, что так нам. Ваш парень, он, в свою очередь, к этому привык так, он, в свою очередь, привык так жить, он, скорее всего, так и будет жить. То есть, он, скорее всего, не поменяется просто потому, что не пришло еще его время. Вот. Вы, опять же, не пишете того, сколько лет вам и сколько лет вашему мужчине, вот, но, на мой взгляд, совершенно очевидно, что человек просто-напросто очень привязан к маме, и, да, это, может быть, не самая хорошая история, что он привязан к ней, это мягко говоря, что это не самая лучшая история. Вот. Но, правда заключается в том, что вы эту историю изменить не сможете, вы эту историю изменить не способны, и вам имеет смысл это, во-первых, признать, принять, принять, что вот такова реальность, и спросить себя, почему вас это раздражает, почему вас это раздражает, что он остается у своей мамы. Почему еще на стадии, когда вы только встречались, вы не заподозрили, например, своего мужчину в том, что он такой вот несмождательный и привязанный к маме. Это он, это ваш мужчина, вы пытаетесь найти какие-то оправдания, вы пытаетесь найти какие-то объяснения этому, но правда в том, что их нет, правда в том, что ваш мужчина просто такой, и все, он просто такой. И вы либо принимаете его таким, либо нет, и все. Что касается того, что вас это раздражает, ну мне, опять же, кажется, что в этом смысле вам имеет смысл поработать над восприятием себя, и над восприятием отношений, вот, а также над тем, как вы воспринимаете вообще тот факт, что вы находитесь в отношениях с мужчиной, вот, и соответственно, дальше, я думаю, уже следовать более такой осознанной, что ли, позиции, чтобы не, ну, чтобы не переживать так, из-за того, что для вашего мужчины совершенно нормально, абсолютно нормально, вот, это то, что вы можете сделать для себя. Единого ответа на вопрос, вот, этот вопрос, нет и, в принципе, быть не может, единого ответа на этот вопрос, в принципе нет, единого этого вопрос, потому что, как я уже сказал, ваш мужчина просто такой человек и всё. Вот, и соответственно решите для себя, принимаете ли вы его таким, какой он есть или нет. Вас никто не заставляет, вас никто не может заставить, но вам необходимо выработать своё отношение к этой ситуации, которая не включала бы вашей собственной борьбы, как бы, понимаете? То есть вот вам необходимо выработать отношение к этой истории так, чтобы это не превращалось в вашу борьбу с чем-то или с кем-то. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, вот так можно вам ответить на вопрос. Это факт, что вы первая девочка, а мужчина ничего не значит абсолютно. Это факт, что вы первая девочка, а мужчина абсолютно ничего не значит. Человек просто привязан к маме и всё. Это нормально, это очень часто такое бывает, часто такое возникает. Вот. И соответственно от этого никуда не деться. Вот. Значит. То есть вот ещё вы пишете, что он не очень сильно проявлял инициативу за проводить время каждое место. А почему вы хотите проводить время каждое место? То есть, понимаете, у мужчины может быть, как вам правильно сказал мой коллега Сергей, у мужчины может быть своё представление о том, как вообще выглядят отношения. А вы такое впечатление, что пытаетесь навязать ему свою позицию. Это с одной стороны. С другой стороны, если мужчина такой безинициативный, то он скорее всего таким и будет. И если он зависим от своей мамы при условии работы над тобой, то он просто станет зависимым от вас. Вот. Для вас было бы хорошим вариантом поближе познакомиться с его мамой, не конкурировать с ней, а наоборот поближе не познакомиться, чтобы она вас узнала лучше, чтобы она вас узнала лучше. Вот. И чтобы она сама, если на то пошло, да, чтобы она сама подталкивала вашего мужчину к вам, да, и так далее. Вот. Но опять же, это не очень хорошая история, но выбирая такого мужчину, вы обрекаете себя на такой вот момент, на такой вот момент. И это не очень хорошо. Для вас. Вот. Вот. Так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам самого доброго и удачи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok